Всем привет! Сегодня у нас намечается культурный поход в театр, и мы будем изучать французские манеры в плоскости русской сцены. Приветик! На что идем? На дамского портного. Будем смотреть на чудо-портняшку в то время, как Франция перекраивается. У них же выборы. Все так печально. И главный кандидат Эммануэль Макрон заявил, что заставит Путина его уважать. По пацанским понятиям живет мужик. Ладно, вернемся к спектаклю. Что там будет? Легкая комедия о жизни нескольких пар. Глуповатая супруга, супругу гого мужик, ну и прочие прелести жизни. Ты, кстати, замечала, что комедия – отражение жизни? Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. Да с какой стороны не смотри. Еще со времен шутов так повелось. Шуты показывали карикатурно минусы правительства и кого-либо из их окружения, а иногда и народ. Если не карикатурно, то и шута – это было последнее выступление. Позже комедия стала пользоваться этим приемом. Почему так популярны шутки про тещу? Потому что очень часто она буквально травит мужа дочери. Почему смеялись над Бараком? Потому что он руководил стороной недругов или другов. И то есть темы вечные, как теща, а есть временные, как Обама. Ну, а до этого был Буш. Давно слышала про него шутки. А про тещу? А вот теперь у нас есть шутки про Трампа. Как-то так. Но ведь есть же выдуманные сюжеты. Хотя они тоже на бытовых темах строятся. Слушай, такой этой макаронины жена на четверть века его старше. Он себя обозначает как европофил. Похоже, еще и геронтофил. Ну, ни хрена, и ладно. Ну, окончание уже там на свой вкус добавь. Ну да, у них и то, и это любят. Франсуа Фиона, кандидата в президенты Франции, во время предвыборного митинга в Страсбурге обсыпали мукой. Ну, это, видимо, потому что его Путин не уважает. Кстати, я прочла в программке, в этом спектакле участвуют мои любимые актеры. Александр Тарасюк, Михаил Попов, Влад Поляков. Да и в целом все члены музыкальной труппы. Мы знаем, каждый постановщик видит картину по-разному. В этом заключается самое интересное. Для кого-то главное чувство, для кого-то, предположим, манерность исполнения. То есть не когда тихо плачешь в подушку, а когда рыдаешь на весь двор, и на тебя капает дождь, и все это по девятую симфонию Баха. Ну, или под градус, или бумбокс. Представляю себе, как рыдает брутальный мужичок. У него в руке бутылочка подогрева, а на фоне Максим поет. Но пацаны с района явно не поймут, и заточку в ребра кинут. А вообще раньше с плохими режиссерами-постановщиками не очень-то и ладили. Угу. Приезжала машина под окна, в нее садились люди и выходили только в Магадане. А куда из Магадана? А об этом история умалчивает. А история дамского портного еще гремит, хочу напомнить. Предлагаем нашим зрителям познакомиться с некоторыми, на наш взгляд, самыми интересными моментами спектакля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне так стыдно, мне так стыдно. Да, да, вы мне уже об этом говорили. За мной-то случилось впервые. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значит, это ваше перчатка? Что же моя перчатка? А почему она такая маленькая? Ну, потому что я всегда беру на размер меньше штука, казалось элегантнее. А почему она нас совсем провязает? Потому что она села от дождя. А почему она прямой по локтям? Потому что она промокла и села от дождя. Да, да, да. Получается, в ширину сузилась, а в глину вот где-нибудь сузилась. Ну, конечно же, мадам, это уже закон физики. Тело теряют в ширине, а выиграют в длине. Вот, если вас, допустим, намочить, вы... Что? А вот номер, номер, видите? Что номер? Размер номер шесть. Да, дайте посмотреть. Не дышите. Что видите? Что слышите? Мужчина – это вес, а он идёт и жив. Но я рада вам и знала. И каждый муж с тобой счастлив. И каждый... И каждый... И каждый... В моём сокровище. И каждый... Я твой... Один. И каждый оказался... Дружок, живу и человечем... Порядка, полк, ты человек. И... Ты... Я твой, ты... Я твой... Глава. Ахахаххах. Ахахаххах... Ещё какая я сопротивлялась домогательствам немецкого латералта? И долго вы сопротивлялись? Срежьте 300 франков! Мадам, ну как участницы французского сопротивления, я делаю вам скидку тысячу франков. За оплатите дюранчику только 300 монет. Месье, как вас? Месье, как вас? Месье, как вас? Он настоящий порталик! Спасибо, месье, как вас! Разрешите поцеловать вас от всяких дружбиц нашего квартала! Очень лёгкий весёлый спектакль. Прекрасно проведённое время подарили зрителям улыбки на весь оставшийся вечер. Измены, интрижки, флирт со вкусом парижских булочек с корицей, насыщенный букет вкусов и ароматов. Думаю, после спектакля самое то выпить вина, кофе или какао в компании любимого человека. И не забыть повнимательнее присмотреться к его окружению. Главное, на этой бутылочке не начать драмы устраивать, перетекающие в драке комедии. В общем, в этом спектакле, созданном в лучших традициях французской комедии, было всё. Глупая жена, забавная тёща, очаровательная дама, глуповатые мужчины. И всё в обрамлении чудесных голосов, талантливой игры и чётких зрителей. А что вы думаете об этом спектакле? Присылайте ваши ответы в комментарии. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»